Как правильно, мама? Сравняется или сравняется? Сравняется. Да? Да. Лишние пять минут подержим, по-моему, ничего страшного не будет. А? Вот так! Руками делай так. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня... И мамин рот. Монастырь. Сегодня мы будем красить волосы. Вот. Очередной раз будет покраска волос. Мать, что тебя не видно? Это не никакая. Что тебе было видно? Ну, присядь. Не, ну я же не могу все время. Ну, присядь. К нам. Тебя давно не видели. Всегда скучают за тобой. Уже спрашивают, когда будет твой канал, твои видюшки. Скоро все будет. В общем, сегодня у нас будет покраска волос и уход за волосами. Я нашла свою идеальную красочку и больше ни с чем не хочу экспериментировать. Ни с какими красками другими не хочу экспериментировать. И часто меня задают вопрос, ну Селена, ну расскажи, что за краска-то в итоге у тебя. Все равно это спрашивают. В итоге сегодня я решила совместить, так как я уже красила на самом деле волосы до этого. Я уже показывала эту краску, показывала, как вообще результат. Сегодня я еще раз ее покажу, но добавили еще к этому видео свой уход. Потому что в одном из последних видео увидели мои прекрасные волосы, ухоженные. Заметили, что они быстро растут. Кстати, видео скоро также сниму, как быстро отрастить волосы, что я делаю для того, что они так быстро растут. Действительно, они быстро растут. Я только недавно подстригалась вот так, да, смотрите, вот такие. Вот так недавно подстригалась, а уже какие? Обязательно смотрите в мое следующее видео. Ну не следующее, а чуть попозже. Значит так, еще раз напоминаю, что краской я пользуюсь Mood. Это итальянская краска. Мне она очень понравилась. Здесь написано использовать ее 1 к 1, но я использую ее 1 к 2 и на 6%, что очень бережно будет к нашим волосам. Краска эта стоит у нас в индустрии красоты где-то 390 рублей, 400, да. Я ее купила сейчас по акции, вообще две штуки, там вышло вообще 250 рублей, по 250. Я говорю, так давайте две, взяла две. Номер 1271. Это такой блонд Сильвер Супер, но он получается натуральный жемчужный блонд. Мама, кстати, что за краска ты красишься? Тоже иногда спрашивают. Гарниер. Гарниер. Мама красится гарниер, Белое солнце называется, да? Да, Десятка. Десятка Белое солнце, так что вот если вам не будем откалывать сейчас твои волосы... Ну это я недавно как раскрасила корни. Да. Ей, в общем, нравится ее цвет волос. Ну, может, можем отколоть. Ну, откали. Смотри. Вот, цвет волос мамы моей. Так вот он, я вам скажу, немножечко такой... Ну он холодный, да? Но есть чуть-чуть теплый цвет, как ты думаешь? Да нет, по-моему, он холодный. Да? Да. Ну, мама говорит, холодный. Ну, у меня теплее, да? Нет? Ну, корни у меня темные, и вот они, ты видишь, закрашены. Ну, закрашивает у нее, да, очень хорошо. Хотя у тебя на каком уровне примерно, ты не знаешь? Черные у тебя же свои волосы? Ну, каштановые волосы. Прям темные волосы, да? Ну, седины там уже половина, скажем. Но закрашивает и седину, и цвет, все. Это ты тоже как-нибудь покажешь на своем канале? Покажу. Мамачоли, который будет. Мамачоли, мы решили, да? Вот, ладно, потом обо всем этом расскажем. Значит, смотрите, мои волосы мы будем красить сейчас вот этой красочкой. 6 процентов, 1 к 2, 1 краски и 2 процента оксида. 6 процентов. Я беру всегда вот такие большие баллоны, потому что это выгоднее. Здесь целый литр, стоит это 390 рублей литр, в то время как где-то 290 стоит маленькие 200 миллилитров. Понимаете, насколько выгода. И я взяла также еще на 9 процентов и на 3 процента, что тоже очень хорошо. Мы можем вытонировать на 3 процента, мы можем и осветлять 9 процентов. А также, если нам не нужно ни 3, ни 9, мы их просто можем смешать один к одному. И получится 6. Поэтому ничего не пропадет. Недавно как-то вот пришла ко мне мама в гости. Я говорю, мама, а покрась меня, чтобы вот все сзади закрасить. А то у меня часто вот здесь все прекрасно, а сзади нет. И она раз меня покрасила, а потом в другой раз пришла, я говорю, покрась меня. И, короче, я привыкла. И теперь она вообще не должна была приходить ко мне. А я звоню, говорю, мама, приедете, просто покрась меня. Знаете, это очень, ну, привыкаешь. Я, конечно, сама могу себя покрасить, но привыкаешь к тому, чтобы кто-то о тебе позаботился, покрасил, все прокрасила, а ты просто сидишь и пьешь кофе. Вот так и бывает всегда. Я один раз соседку покрасила, а теперь постоянно ее крашу. Она вчера приходила ко мне краситься. Сегодня я тебя крашу. Но ты еще красишь так хорошо, уверенно, понимаешь, у тебя такой опыт большой. Да уже руку набила. Но я-то сама себя всю жизнь крашу. Ну, и доброе дело, палаллельно делаешь. Ладно, давайте приступим. Все. Понравилось тебе сидеть, видишь, вот так мне нравится, как ты меня красишь. Краска эта, кстати, 100 мл, поэтому на свои корни я использую половину, то есть 50 мл. и 100 мл оксида будет у нас. На этой краске есть деление, что очень удобно. Прям реклама краски, они мне должны доплачивать. Ну что, мы перемешали все до однородной массы. Отдаем это все в руки опытного. Человека. Одели с вами, надели ненужные вещи. Не то, что ненужные, просто которые не жалко. Взяли в руки кофе. В кофе мне главное, чтобы не копнуло. Вот профессионал. Покрасила так, чтобы пол краски еще осталось. Все покрасила уже. Теперь толстый слой шоколада красим сверху. Кстати, красим только корни сейчас, и не красим по всей длине, потому что на осветленные волосы эта краска будет ложиться более холодно, чем на корни. А чтобы оно как раз таки все сравнялось, то это нужно красить только корни. В конце можно проэмульгировать по всей длине. Но идеальный цвет, прям вот мой идеальный цвет, он станет после первой помывки. Вот так вот. Как раз вот чуть-чуть холодность с корней уйдет. Короче, что-то там произойдет, и после первой помывки оно сравняется. 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 Как правильно, мама? Сравняется или сравняется? Сравняется. Да? Да. А-а-а. Мама такая задница. Ижу дальше. Все, корни наши покрашенные. Мы ждем... А сколько мы ждем? Ой, ну минут 40-50 я подожду. Ничего страшного, короче. 40 хватит, наверное. 40 хватит, да? Я не помню просто. Но на самом деле 40-50, ну как бы ничего страшного. Все равно через какое-то время краска перестанет действовать, реакция перестанет идти, и если мы лишние 5 минут подержим, по-моему, ничего страшного не будет. А? Я тоже не знаю. Ну, в общем, не было ничего страшного до этого. Все, вернусь к вам уже, когда помою голову, и буду рассказывать об уходе. Решила вернуться чуть-чуть раньше, и по горячим следам, как говорится, да, дать вам, чем я помыла голову, и чем увлажнила свою голову. Где-то я слышала... Волосы. Ну и голову. Где-то я слышала, что после окрашивания волос не рекомендуется использовать восстанавливающие средства. Это восстанавливающий шампунь и восстанавливающий бальзам или маску. Не помню, что именно происходит, но что-то там происходит, то, что не должно происходить. Что-то... Ну, в общем, где-то я это слышала, в подробности мне рассказали, но у меня память очень неплохая, поэтому я всё забыла. Первое, что к шампуню у меня своё такое отношение, то есть мне шампунь, в принципе, не принципиален. В принципе, не принципиален. То есть у меня много разных шампуней, использовать можно шампунь абсолютно любой, который хорошо пенится и вкусно пахнет. У меня от шампуни больших ожиданий нет, потому что я считаю, что основной уход, это уже идёт увлажнение, и когда уже начинаю сушить волосы свои, остальной весь уход, он намного сильнее для меня и важнее. Дальше, вот, например, сейчас глубокое увлажнение питания из фикс-прайса я взяла. Слушайте, мне очень нравится, прям очень я ещё возьму. Реально очень классный аромат. И эффект вот за 3 минуты пишут, но я даже не жду 3 минуты эти в фикс-прайсе покупала. Ещё говорят, глина там очень хорошая. Я даже не жду 3 минуты, а как бальзамом, то есть нанесла, мне некогда ждать, никогда. И сразу смываю, и волосы уже успевают наполниться этим, они реально очень классные. Но вот здесь это не восстановление, а глубокое увлажнение. Я думаю, что это как раз можно. Я уже его показывала. Но он очень классно пахнет, я прям кайфую, очень. Сейчас он мне немного впитает влагу полотенце, и я начну свой основной, я считаю, уход. Так мы разматываем наши волосики. Я никогда не тру полотенцем волосы. Я уже где-то это говорила, но где-то давно. Просто их вот так вот, вот так вот буквально. И всё. Не тру, потому что волосы травмируются на самом деле, механически. Мы не будем их травмировать. Я вот так встаю и начинаю их ими трусить. Кто так делает, ставьте лайк. Вот так. Вот так. Подружка у меня одна делает вот так. Сейчас. Как Татария, когда это увидела, я так смеялась, честно говоря. Вот так. В общем, способов очень много. Всё. Ну, это просто сбить лишнюю влагу. Как видите, даже на мокрых волосах корни бесподобны. На 6% я уже поняла, что это моё идеальное. Теперь. Первое, что я использую, это ещё я не сушу волосы феном. Это просто я их вот так вот потрясла. Струсила какую-то лишнюю влагу. И теперь я беру мой любимый дав. Честно говоря, сколько спреев я пользовала для волос, дав остаётся для меня номер один. Потому что реально после него волосы круто расчёсываются. И он реально нереально пахнет. Поэтому у меня его чуть-чуть уже, надо его срочно найти. Спрашивают, где можно купить. Есть в Ашане. Можно в Ашане посмотреть. Если кто-то рядом, там живёт как-то и может сходить. Так, я начинаю пшикать вот так. Не жалею. Средство хорошее. Оно интенсивно восстанавливает. Хотя, ну, ничего страшного. Ну да, оно восстанавливает. Экспресс-спрей кондиционер. Предотвращает ломкость сечения кончиков. И не надо смывать. Так. В основном на кончике. Корни я не трогаю. То есть по длине и основу на кончике. Так. Теперь. Раструсим вот так ещё чуть-чуть. Вот так, вот так. Если вы успели заметить, что я всё это видео веду не накрашенное. У меня татуаж бровей, татуаж губ. Я теперь просто могу не краситься. Помыла голову и пошла звезда. Всё. Теперь я беру в руки фен. И делаю их не совсем сухими. А такими вот прям между влажными и сухими. После того, как вы сделали свои волосы между влажными и сухими. Это не так, как у меня сейчас. Я просто вспомнила, что я сейчас не буду делать масло. Я другое средство купила. Тоже в индустрии красоты у нас. Которое я когда-то использовала на Кристине. В тот момент, когда, может быть, помнят, мы с Кристиной выводили её из чёрного в блондинку. И вот я тогда использовала это средство. Оно у меня засело в голове. Потому что сколько разных средств мы с ней пробовали. От этого средства мне очень понравились её волосы под моими пальчиками. Под моими руками. Я тогда ещё его запомнила и хотела купить. Значит, смотрите. Высушиваете, значит, вы свои волосы и берёте масло. Мне вот это масло подарила моя подружка Любашка. Масло это дорогое. Стоит где-то 3,5 тысячи. Фирма эта. Мне оно очень нравится. Очень классное. Есть также более бюджетные масла. Сейчас я здесь вам поставлю фоточку. На моё любимое масло. Которое, если я увижу, обязательно куплю. Также я его покупала в Ашане. Это масло Шварцкоп. У него невероятный аромат. И, в принципе, стоила она тогда где-то 350 рублей. Может быть, сейчас она стоит, может быть, 400-450 рублей. Но это не 3,5. Согласитесь? Вот. Значит, вот такое масло. Ещё у меня одно там масло где-то есть. Но оно тоже там где-то тысячу стоит. Чи называется. Чи. Это что касается масла. Мы просто делаем два клика. Размазываем между руками. И проводим вот так. В основном упор весь на кончики. И потом дальше засушиваем. Такие масла специальные после мытья головы, они не оставляют сосульки такие, знаете, на ваших волосах. Они всё равно, ваши волосы пушистые и классные. Ну, в плане пушистые, мягкие. Я имею в виду не сосульки. Как если бы вы взяли, например, оливковое масло и использовали на волосах. Я сегодня буду использовать, поэтому не досушила волосы, так как обычно я это делаю. Это жидкий керосин. Называется вот так вот. Вот такое название. Оно тоже используется на влажные волосы. Но я помню, что мне очень понравилось, потому что Кристины волосы мы тогда убили конкретно. И я помню, что взяла вот так вот. Налила чуть-чуть. Маслянистая такая основа. Давно я просто не брала её. Ой, да я думаю, хватит вот этого, то что я налила. Даже. Ну, можно ещё чуть-чуть добавить. Вообще, она не одноразовая. Крышечка такая у неё достаточно плотненькая. Можно на два раза даже использовать. По-моему, мне так девушка там и говорила. Такое, знаете, жидкое прям масло. Не как обычное масло. Оно более жидкое. Но маслянистая чувствуется. Так. Его, по-моему, смывать не надо. А может, надо. Представляете? Просто на ней ничего не написано, а я не спросила. Половинку давайте я израсходую прям ровно. Чтобы ещё на два раза, чтобы вот так вот сделать. Ну всё. Мне кажется, я по всем волосам распределила. Очень хорошо. Можно попробовать расчесать. Вот эту расчесочку я тоже купила в фикс-прайсе. Мне очень нравится она. Она мокрые волосы хорошо расчесывает. Видите как? Я даже ничего не это... Ну, понял. Вообще не скользит расческа. Я ещё не расчесывала волосы после мытья. Значит, все наши средства работают. Они хорошие. Совершенно не больно. Ничего не тянет. Вообще хорошо расчесываться для того, чтобы распределилось лучше средство. Раньше я вообще стабильно расчесывалась под водой. Сейчас не всегда это получается, потому что времени мало. Это если я села в ванну, тогда, когда я наношу бальзам или маску, я расчесываю волосы под ней. Под ней они расчесываются легко и тем самым распределяются очень хорошо. И попадают на каждую волосиночку. Ну, всё. Волосы мягкие, хорошо расчесываются. Теперь их осталось засушить. Итак, мы посушились. Волосы отличные, мягкие, невероятные. Прям мне очень нравятся. Как всегда, блеск здоровый. Хотя я их постоянно крашу, и блонд это постоянно, представляете, да? Эмульгирую постоянно. И при этом вот, красота. Слушайте мои советы. Я вам плохого не пожелаю. Корни. Оттенки, смотрите. То есть я могу сказать в зеркале, что это супер-пупер. Вообще отличия нет никакого. Обычно девочки, которые мне присылают фотографии, так или иначе, очень многое зависит от того, как ты голову повернёшь, какой свет на тебя светит. Это очень важно. И очень часто мне девочки присылают в дирек фотографии, и говорят, вот супер-краска. И присылают мне основной цвет. Да я любую краску возьму, и на основном цвете, на базе, у меня будет всё супер. А что же делать с корнями, когда корни у тебя здесь одни, чуть-чуть отросли, они другие желтоватые, а здесь третьи, да? И очень часто, как вы видели, все мои эксперименты, это краски, которые всё равно оставляли жёлтые корни. И вот эта краска, и именно с 6% на моих волосах, сразу скажу, у меня средний русый цвет. Он не тёмно-русый и далеко не светло-русый, он скорее где-то средний, средний русый, то есть они достаточно темноватые. И я смело могу фотографироваться и показывать свои корни, особенно при дневном свете. Здесь понятно, что у нас вот лампы тут светят, тут светят, тут может преломляться ещё. Но если мы выйдем на дневной свет, то вы сами всё увидите, что всё идеально и шикарно. Эта краска супер лучшая, мне она очень нравится. И я уже экспериментировать больше не хочу. Потому что я люблю блонд, мне идёт блонд, я себя чувствую таким каким-то светлым человеком с блондом. Ну и соответственно, если ты нашёл свой рецепт, то зачем же его менять? Вот, волосы надо восстанавливать. Ещё мне очень часто говорят, что... А, да, я это говорила в начале видео, что у меня очень быстро выросли волосы. Да, это действительно, я это заметила. И я вам скажу так, что вообще у меня в принципе растут волосы очень быстро. Уход, который я использую для волос, он у меня уже на протяжении, я не знаю, может быть даже 7 лет. Я его не меняю. То есть раньше, когда я была молодой, было такое, там я что-то использовала, какую-то маску, какой-то уход, что-то там, где-то там, то есть не было стабильного ухода. Какого-то хорошего, классного, стабильного ухода не было. От случая к случаю это не то. Девушка всегда должна за своими волосами каждый раз, после каждого мытья, использовать все эти средства. Обязательно должен быть хороший бальзам, обязательно должен быть хороший спрей, который не смывается, обязательно масло для волос, понимаете? Это очень важно. То есть вместо масла можно использовать кератин. Да, там вместо спрея можно использовать, ну, другой какой-то спрей, тоже там восстанавливающий, увлажняющий. Но я считаю, что эти средства должны быть всегда. То есть бывает очень сложно, я не использую спрей, но я всегда использую масло. Оно может и заменять спрей. Но это каждый раз. Не было ни одного мытья головы, чтобы я не использовала весь этот комплекс. Из шампунь, бальзам, спрей и масла. Четыре обязательно. Можно чем-то их заменять, но обязательно четыре. А, нет, вру. Один раз такое было у меня, когда я оставалась в гостинице, и у меня не было с собой, я ничего не взяла, я не знаю, как и не подумала. Но там был какой-то бальзам в гостинице, был шампунь и какой-то бальзам. Я это использовала, и, честно говоря, я просто-просто умирала от волос, что они не защищены, они суховатые какие-то. А представляете, это один раз так было. А представляете, если постоянно человек не использует... Конечно, эти волосы будут ломаться, сечься, будут подвергаться всяким лучам, воздействиям сверху. Конечно, они совершенно незащищенные, и ждать от них можно чего угодно. В общем, действительно, волосы у меня растут, и поэтому в ближайшее видео я расскажу вам три способа, которые я делаю для того, чтобы мои волосы росли. То есть, эти способы я тоже постоянно делаю, и они у меня конкретно для роста, и также советы от моего парикмахера. Всё, люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Будьте здоровыми и красивыми, в частности, ваши волосы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok